Бусы, бусы, кому свежие бусы? Не бриллиантовая биржа, но че могут порадовать? То и продают. Здесь развернули целый базар. А что? Кто как может, тот так и зарабатывает. Сегодня здесь очень много паломников. Ну и мы с вами спустимся к монастырю. Но для начала на обзорную площадку. А людей в самом деле как никогда много. Ну что, и мы туда же? Прошу прощения, но камера подвела. Осталась пачка хороших фотографий. Надеюсь они смогут передать эту красоту и новые ощущения. Спускаться очень даже легко. Можно катиться. С каждым шагом и за каждым поворотом открывается новая ошеломляющая красота. Вода, как оказалось, в пустыне есть. Причем и зимой и летом. Но для того, чтобы она сохранялась, нужно приложить усилия. Такую прогулку можно спланировать на весь день со всей семьей. Подъем немного круче спуска, но спуститься и подняться можно на осликах. Стоит удовольствие в районе 100 шекелей. Приблизительно 30 долларов. Паломников прибыло очень немало. Батюшка в церкви, которая находится внутри самого монастыря, провел службу. Рассказал всю историю этого места. Вот так вот, не планируя никаких конкретных путешествий, а просто гуляя в пустыне, можно открыть для себя новые места психистории. Давай, давай, вези нас наверх. Уклон хороший, уверенный, но преодолимый. Ох и насмеялись по дороге наверх. Все-таки пустыня, немного, скажем так, тепло. А водой не помешает запастись. Когда люди расходятся, тишина до звона в ушах. И вдруг, звон колоколов. Это нечто. Ну что, апельсиново-гранатовый фреш и домой. До новых встреч. А с вами был Виктор. Подписываемся на канал и встретимся в новых обзорах об Израиле. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...